Здесь мы оставляем записочку с временем наложения жгута. Сейчас общепринятое время, на которое накладывается жгут, час. Медицинская огневая тактическая подготовка. На очереди вторая смена отделения Центра воин. На базе Ракетянского агротехнологического техникума ребятам-новобранцам предстоит узнать о самых разных направлениях военного дела. И, конечно, попробовать свои силы. Среди курсантов Александр. Парню уже не терпится приступить к занятиям. Дальнейшую судьбу планируют связать именно со службой в армии. Отучиться на военного, а дальше как пойдет. Надо быть ближе к своей родине, надо ее защищать же. Стать будущими защитниками Отечества мечтают не только мальчишки. Дарина – опытный курсант. Она уже поступала на первую смену, но по личным обстоятельствам пришлось прервать обучение. В этот раз планирует дойти до конца. Говорит, настрой боевой. Не все мальчики, кстати, могут быть такие, как я. И все-таки многих я могу быть выше их. Мне просто это нравится. И вот я чувствую, что это мое. И хочу дальше этим заниматься. Как показывает опыт, среди многообразия направлений особой популярностью пользуется изучение беспилотных летательных аппаратов. Большой интерес был именно к беспилотникам. У мальчишек они прям с горящими глазами смотрели. Все хотели полетать, все хотели обучиться. Были отдельные люди, которые уже до этого занимались. Они сами собирали беспилотники и уже могли без проблем управлять и нашими средствами. У девочек с техникой немножко интерес поменьше, но некоторые девочки даже лучше управлялись с техникой, чем у мальчишки. Под руководством опытных наставников изучать основы военного дела в течение двух месяцев будут полсотни ребят. Это школьники и студенты СУЗов. Лучшие из них примут участие в молодежной военно-спортивной игре «Зарница». Я думаю, что каждый из вас пройдет достойно эти испытания и в конце этой смены получит и сертификат на форму, и сертификат выпускника этого центра. И, конечно, будет настоящим помощником нашим инструкторам, которые в дальнейшем будут организовывать такие смены. Дарья Яковлева, Александр Поддубный. Программа «Такой день» на Мире Белогории. Продолжение следует...